Спасибо, Сергей Дмитриевич. Спасибо. 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 Без них это снизить нельзя. Мы тут привели оценки, по сути дела, на 10 лет это где-то примерно 1,8 триллиона, не такие большие деньги, не только на фоне американцев, но на фоне всех наших расходов. Но тогда эту задачу, поставленную президентом, выполнить можно. Хотя, по большому счету, нам надо ставить вопрос не только о преодолении бедности, а, по сути дела, о создании действительно устойчивой социальной структуры общества, или, как, кстати, говорилось и принятой правительством еще в 2008 году, стратегия, точнее, называлась концепция долгосрочного социально-экономического развития, это создание массового среднего класса до 40 и более процентов населения. Понятно, что это вопрос не только доходов, качества жизни и благосостояния, оно зависит от многих аспектов здравоохранения, образования, но и все это решается во многом с учетом развития технологий. Здесь тоже приведены цифры. Понятно, что многократно об этом говорилось, и Сергей Юрьевич это вспоминал. У нас крайне низкий уровень расходов на науку в процентах КВВП, но, собственно говоря, последние годы он не рос, а даже сокращался. По расходам на здравоохранение мы поскочили в 2020 году, но если брать то, что заложено было в бюджет 2021-2022, это не позволит сейчас этот уровень поддержать. Поэтому фактически будем надеяться и с теми стратегическими инициативами, которые правительство разрабатывает, ну а по большому счету это нужно обновление всей программы развития здравоохранения, которая у нас есть с другими параметрами. Для того, чтобы обеспечить и здоровье, но это вещь дорогостоящая, поэтому здесь показано, что для того, чтобы подтянуться к уровню Германии даже 2020 года, нам нужно существенно увеличить расходы на здравоохранение, но по образованию тоже. Какого рода шаги или действия можно здесь предпринимать? На самом деле понятно, что есть много структурных аспектов, потому что даже при низком уровне относительном расходов на здравоохранение, как бы наша система здравоохранения героическими усилиями спасала людей в условиях ковида, и относительные показатели по смертности, по заболеваемости, они, в общем, даже ниже, чем во многих европейских странах. Но, тем не менее, общий уровень смертности у нас высок, более того, по другим причинам, а не от ковида. Он существенно вырос за 2020 год и начало 2021, и в этом смысле здравоохранение нуждается в серьезной модернизации, обновлении. Но каким образом? По-любому нам придется увеличивать зарплату врачам для того, чтобы она была конкурентоспособной, даже относительно средней с тем, что есть в европейских странах, а не просто поддерживать вот эти коэффициенты, там 200% или 100% для младшего и среднего медицинского персонала, потому что это означает огромное неравенство между разными регионами. И мы эту проблему не решали, и даже, собственно говоря, непонятно, когда мы ее начнем решать. Это вопрос все-таки и отечественных лекарств, хотя фармацевтика растет по 20 с лишним процентов в год, но все равно мы критически зависим от импорта и субстанции, и других. И одна из проблем с той же вакцинацией, это то, что пока мощности, они не позволяют обеспечить массовую вакцинацию населения хотя бы такими темпами по 2-3 миллиона человек в год, которые обеспечивают Соединенные Штаты. Это, естественно, развитие собственной приборной базы. Но тогда-тогда это дает и здоровье людям, ну и на самом деле, поскольку все-таки экономисты, позволяет снизить потери от заболеваемости и улучшить динамику ВВП в таких процентах или в больших, но все равно это фактор развития. Ну, про науку, про цифры говорить даже, так сказать, не хочется, поскольку они крайне низкие, но я бы обратил внимание на другое. Мы всегда акцентировали внимание, правительство акцентировало на это внимание, что нужен рывок по развитию фундаментальной науки. В процентах КВВП, да и в процентах к расходам на НИОКР, ее доля за последние годы несколько выросла. Тем не менее, что мы видим? У нас постоянно падают и в структуре расходов, и относительно ВВП расходы на прикладную науку. Та, которая связана как с поисковыми исследованиями, даже само регулирование этой сферы, оно не очень развивает, так и, естественно, за счет отставания в развитии приборной базы. Потому что, да, сделали шаги по мега-сайенс, по мега-установкам, но мега-сайенс – это одно, а приборная лабораторная база для испытаний в разных сферах – это совсем другое. И Советский Союз в 70-е, 80-е годы вложил в это огромные деньги, на которых мы живем и работаем сейчас. Но фактически нужны затраты в разы выше. Ну, про частный сектор, что он мало вкладывает, уже, я не знаю, говорится многократно, но о чем его здесь не только заинтересовать, а все-таки ключевая проблема – а куда вкладывать, в какие проекты. Но здесь тоже, ну, на основе не только наших экспертных оценок, но и тех, которые делают саморазвыми спектрами, мы выделили несколько ключевых направлений. Я бы сейчас, может быть, не акцентировал внимание на каждом из них, но, может быть, самая главная проблема – это не просто сказать, что должны быть системы управления транспортными средствами, электродвижения. А как скоординировать усилия всех субъектов, которые здесь действуют? Росатом, Роснано, Академия наук, прикладные институты, корпоративные центры. Те же вопросы, связанные с новой линейкой не только традиционных лекарственных средств и антибиотиков, но и бактериофагов, устойчивых, так сказать, в геномных технологиях. Определённые средства на этом выделяются, и, по-видимому, для медицинской науки будет дан определённый импульс. Но это всё равно возникает вопрос и координации усилий, которые здесь, на мой взгляд, разобщены, и это, может быть, ещё более сложная проблема. Ну, о новых материалах сейчас и Валерий Тольевич говорил в рамках «Металлургии плюс», но это действительно, скорее, вопрос не только «Металлургии плюс», а всего комплекса новых материалов и по сплавам, по композитным, как на основе углепластиков, так и по зальтового волокна других. Заделы у нас есть, более того, есть определённые рывки, но для того, чтобы произошёл кардинальный поворот, они должны быть структурированы, как мы часто говорим и любим, как тот же атомный проект космический. И пока это не сложилось. И, естественно, это и деньги, но и, главное, сроки. Мы годами по пять, по шесть лет что-то примериваем, но так и не решаемся. Но в качестве примера тоже вспоминали, в общем, замысел это очень правильно, это комплексные программы научно-технологического развития. Но сейчас, слава богу, после нескольких лет, двух или трёх их обсуждения, четыре программы ушло в правительство. Ну вот, 17 миллиардов, ну всё вместе 50 с лишним миллиардов, включая внебюджетные средства. Только надо понимать, что это 50 с лишним миллиардов на 4-5 лет. То есть это ежегодно, по сути дела, по десятке. А реально в бюджете, я даже не хочу говорить, что пока прогнозируется на ближайшие несколько лет. Если мы такими темпами и масштабами, то есть в начале три года обсуждали, редили, даже уже Академия наук, её советы принимали решение, а потом мы в час по чайной ложке будем выдавать, у нас и останутся отдельные учёные, которые либо уедут, либо даже просто напишут статью, но это не станет проектом, это не станет технологическим драйвером для экономики, для общества в целом. И в этом смысле, может быть, ключевой вопрос, что у нас огромная дистанция между благими идеями, даже хорошими идеями, между заделами, которые мы создаём, и всё-таки реальным прорывом, который был сопоставим с тем, что умел делать Советский Союз с атомным проектом, космическим, то, что умеют делать, надо дать должное и китайцы, и, кстати, американцы, как мы видим, по той же динамике вакцинации и вложений в здравоохранение. И в этом смысле, вот тоже возвращаясь к тому, что говорил Валерий Анатольевич, социальные ценности, это означает, что мы должны сделать социальную ценность, но социальная ценность – это не только доходы, это действительно уровень доверия в обществе, это реализация принципов справедливости, она и означает отход от крайне огромного уровня социального неравенства, который у нас есть, соединив это с технологическим прорывом, технологическим рывком, который требует проектного управления. Мы можем кардинально изменить облик жизни в России и при этом опять сделать над примером, потому что мы все время где-то учимся или другие учатся на наших ошибках, а мы пытаемся повторить то вслед за США, Европой, то, что они делают. Где-то разумно, где-то надо разумно. Но возникает вопрос, а мы когда-нибудь станем лидером, пусть там не по темпам роста, а вот именно с точки зрения социальной модели и модели развития и тех ценностей, которые мы и несем миру, да и сами ими руководствуемся. Ну, с точки зрения индикаторов, как известно, есть куча индикаторов качества жизни, человеческого развития. Россия там по этому индикатору, он на 52-м месте, но на самом деле при разумной организации жизни мы вполне можем войти в десятку. Спасибо, у меня всё. АПЛОДИСМЕНТЫ